Казахстан Вышла на один магазин, на Миланж, ну и заказывает там, ну и работаю еще. Захлеб вот этой вот желчи, которую переполняет. И потом вот это вот надо же куда-то человеку это слить, вот он и пишет. Это просто, чисто говоря, от обиды еще. Больше от обиды человек это написал. Я прекрасно ее понимаю, да, этого, кто написал. Всем добрый день, дорогие мои друзья, мои любители вязания. И любители, которые любят вязать под различные болталки. Сегодня решила снять вам еще одну болталочку на будущее, как говорится. Чтоб у меня было какое-то видео, вы не пропускали, смотрели и при этом наслаждались вязанием. Итак, с вами я Вера. И мне надо довязывать свои процессы в неделе стартов. У меня сейчас идут в работе детские носочки. И я так думаю, что вы будете не против, если я полежу и поотвечаю на некоторые вопросы тега. И в то же время выскажу свои рассуждения. Итак, тег называется вязание на ножах. Тег уже старенький, давно вышел. Но как-то до него у меня руки не доходили. Или времени не хватало, не знаю. Название тоже заманчивое такое для меня. Вязание на ножах. Я сначала думала, может быть, это тег какой-нибудь там на ножах. То есть, какой-то конфликтной ситуации, еще что-нибудь. Поэтому открыла так, глазами посмотрела. Ну, ничего такого здесь в вопросах, ничего такого страшного, ничего такого нету. Но все-таки, если уже включила камеру, открыла вопросы и теперь одеваться, как говорится, некуда. Надо это все довести до конца. Итак, тег вязания на ножах. По-моему, здесь канал Ольги Первой, если я правильно говорю фамилию. Если нет, то уж пардон. Итак, давайте не будем тянуть кота за хвост. Если я буду чихать и гундосить, прошу меня извинить. Вот, я два дня отработала на смене, приехала домой и поняла, что я опять простыла. Господи, это уже, не знаю, уже какая-то традиция стала с этими болячками у нас дома. Ну, на улице у нас, честно говоря, уже резко похолодало. Ну, в каком плане резко похолодало? Нету еще у нас дождей, нету у нас еще заморозков, но температура резко упала. Если днем было 40-35, то сейчас днем у нас 25-23, а ночью 10-12 градусов. Поэтому воздух такой, знаете, сразу стал холодным. Если был горячий воздух, то сейчас холодный воздух. А на работе у меня, когда открываю окошко, да, когда обслуживаем клиентов, оттуда идет сильно холодный воздух такой, сквознячок. Ну, и вот результат сквозняка. Вообще, честно говоря, устала я уже на этой заправке от того, что я там постоянно заболеваю. Или у меня уже идет такая ассоциация, да, надо увольняться, скорее всего. Ой, ладно, куда-то я не туда поехала. В общем, если я буду гундосить, пожалуйста, меня извините. Ну, что ж теперь делать? Итак, первый вопрос. Что для вас вязание? Вы превратили вязание в работу? Нет, у меня вязание это... Ну, в каком плане работа? Работа в плане того, что зарабатывать на вязании? Нет. А вот в плане того, что это работа, которую ты должен выполнять, то есть такая же работа, как ты утром в 9 часов собрался и пошел на свою основную работу, то здесь получается вязание это тоже работа, то есть ты должен для нее выделить, для вязания, для чего, да, для вязания, выделить определенное время сесть и повязать. То есть это тоже затрата времени. Вязание такая же работа, как и на основной работе, где-то вы на производстве работаете. Это работа, и я вам скажу, тоже нелегкая работа, с одной стороны. Некоторые говорят, что да, вязание это хобби, мое удовольствие, но понятное дело, с этим никто не будет спорить. Но все равно для своего хобби, для своего увлечения ты выделяешь время, и это работа. И я вам скажу, что работа это тоже такая ответственная, например, я считаю, да, но надо правильно связать, правильно рассчитать, связать как-нибудь так, чтобы не распустить потом в дальнейшем, не перевязывать, а эта работа тоже требует энергозатраты, требует внимательности и тому подобное. Это работа. И я бы сказала, что она более ответственная работа, мне кажется, чем где-то там. Ну, я, например, по своей работе считаю, да, что ты где-то там на производстве где-то работаешь. Это тоже ответственная работа. Ну, попробуй там петлю пропустить, да, или там узор неправильно связать. Ты же потом будешь все это перевязывать. Поэтому я считаю, что вязание это не только хобби, увлечение, это работа, работа, от которой болят пальцы, от которой ломит спину, от которой появляется астрахандроз шейный, да, допустим, потому что ты постоянно нагнувшись сидишь в плечи, спустив и шею нагнув, от которой получаешь тоже производственные заболевания. А куда ты там одеваться? Но и в то же время ты это не бросаешь, ты продолжаешь это делать, ты продолжаешь это вязать. Получается, что твое увлечение, твое хобби самодействует, и ты уделяешь им намного больше времени и намного больше желания ты тратишь для того, чтобы вязать. Поэтому я считаю, что, да, это работа. Ну, если, даже если ты вязание не превратил в заработок, допустим, все равно это работа. Это работа. Идете ли вы личную страничку в Инстаграме, ВК, Ютубе, посвященную вязанию? Ну, если вы меня смотрите на Ютубе, значит, вы понимаете, что у меня есть канал на Ютубе. И в Инстаграме я никак еще не могу, как сказать, найти общий язык с Инстаграмом, да, и как-то постоянно выкладывать туда какие-то фотки, посты. Честно говоря, у меня на это нету даже времени какого-то, да, и даже еще нету привычку, это никак еще не вошло, чтобы выкладывать посты в Инстаграм, допустим. Инстаграм это тоже такая залипала с одной стороны, да, вот залезешь в Инстаграм и начинаешь там смотреть, да, что, как. Мне кажется, если ты занимаешься, надо заниматься каким-то одним социальным, социальными, ну, или ты в Инстаграме сидишь, или ты в Ютубе сидишь, одно из двух. Вести два или параллельно три соцсети, допустим, это время затратное. Затрачивается очень много времени. По себе сужу, потому что для Инстаграма надо выкладывать качественные, более-менее хотя бы какие-то качественные фото. Нужно делать обработку этих фотографий, нужно делать посты. Это значит, надо сидеть там, писать, придумывать какой-то текст, объяснялку и тому подобное. Писать это тоже время, сколько времени надо затратить, да, чтобы сделать качественное фото, обработать его и выложить к нему пост. Да больше, чем часа полтора, это как минимум надо. Вконтакте. Вконтакте я тоже есть, и в Одноклассниках я есть, конечно, странички есть, но я там редко появляюсь, потому что, опять же, это всё время. Время, время, время. Залипаешь в этих соцсетях, тратится время, потом плюёшь, останавливаешься и думаешь, боже мой, сколько ты время потеряла на всё вот это, то, что там сидишь, листаешь, смотришь, интересуешься. Но если только это не тот момент, когда тебе что-то нужно найти для вдохновения, а вот так просто сидеть в соцсетях, там, следить за кем-то, за чем-то или ещё что-то, нет, у меня на это нет времени. Я или, ну как сказать, вот если я, допустим, заброшу YouTube, может быть, тогда я перейду в Instagram полностью, но не знаю. Для меня легче вот так вот словами что-то объяснить, что-то показать, чем сидеть и полчаса что-то напечатать, какой-то текст. Поэтому я ещё как-то в соцсети не перешла. Хотя в Instagram очень много всего различного, и это занимаются люди профессионально, но я пока не считаю нужным и возможным переходить туда и сутками сидеть и выкладывать посты, допустим, или сторисы. Пыталась, но у меня это не увенчалось успехом. Вот такие дела. Третий вопрос. Какой у вас доход от вязания? Кому верить? Тем, кто говорит мало или тем, кому хватает на всё? Какой у вас доход от вязания? Ну, что имеется в виду доход от вязания? На продажу? На продажу я не вижу, допустим. Доход от других соцсетей я не получаю. Доход от YouTube, один раз в 3 месяца получить 100 долларов, но я считаю, что это не такой уж доход. Поэтому какой доход от вязания? Доход только, знаете, от вязания чего? Твоё удовольствие, не твоё удовольствие, а удовольствие того, что, допустим, когда ты что-то связал, там, ребёнку или ещё кому-нибудь, и внуку, допустим, и спрашивают, ты что, твоя мама связала, да? Ну, какая молодец, как здорово, да? Там неужели, так что, откуда у тебя? Это вот маманя там, я же, допустим, да? Вот это вот, наверное, вот это вот доход, доход счастья и гордости, что ты это сделала, это связала, кто-то носит. Вот это вот доход от вязания. Чувство глубокого удовлетворения, я так считаю. Вот это вот доход от вязания. А в материальном плане, ну, может быть, у кого-то более сотни тысяч подписчиков, и, ну, может быть, там идёт больше доход, конечно. Но мы ещё не вышли на такой уровень, чтобы получать от этого. Ну, нет, конечно, когда ты получаешь денежки от Ютуба, там, допустим, пускай даже один раз в три месяца, и ты их можешь потратить на то, что тебе необходимо в данный момент, это тоже, конечно, приятно. Ну, конечно, по идее же, хотелось бы, конечно, получать больше. Если уже канал монетизированный, там, конечно, хотелось бы получать больше, потому что материальные затраты и материальное вознаграждение за твою усердную работу тоже должно быть. И, как сказать, получаешь выплаты, и ты довольна тем. Если их было бы больше, то было бы, конечно, ещё больше. Но некоторые гонятся за тем, чтобы было больше просмотра, больше от этого заработка и уделяют этому больше внимания и всеми правдами и неправдами, как говорится, стремятся к этому. Опять же повторюсь, что такого ажиотажа я за собой не замечаю, что там прям всё сейчас брошу и начну заниматься только тем, что буду давить на количество просмотров, на количество, там, дохода от Ютуба. Ну, в общем, вот так как-то доход от вязания. Доход от вязания, давайте подытожу. Доход от вязания, я считаю, что это у меня, например, доход от вязания, что я получаю удовольствие от того, что мои работы или мои вещи вязаные дети носят, внуки носят и просят, мама, надо вот это связать, вот это ещё связать мне, вот это свяжи, допустим. Вот это вот доход. Вот чувство счастья, удовлетворения, удовольствия. Вот это вот я считаю доходом. Четвёртое. Следите ли вы за деятельностью популярных блогеров в области вязания? Я периодически перескакиваю с одного блогера на другого. Почему периодически? Ну, как вот. Ну, да, я вот смотрю, что они вяжут. Я могу определённое время следить за его продвижением, за его работами. И потом как-то, если я начинаю замечать, что блогер уже, как говорится, подвисает на одном и том же, да, он мне начинает, ну, как бы скучно, он мне его начинает смотреть, и я как-то переключаюсь на другого. То есть я не могу, вот, не то, что не могу, нет у меня такого, чтобы я вот год, два, там, три следила за одним и тем же блогером, за одним и тем же человеком. Нет, у меня такого нет. У меня есть разнообразие. Но я могу и вернуться через определённое время к этому блогеру и посмотреть, что у него произошло за то время, когда я его покинула. И потом могу вернуться и опять посмотреть, так, что же прошло за определённое время, да, там, за определённый период времени, и какой уровень у этого блогера стал, и чем он начал заниматься дальше. Мне просто интересно сама его эволюция развития. Вот, с чего он начал, что на данный момент с ним происходит, и чем это всё закончится. Вот. Вот так вот. А так, чтобы вот быть фанатично преданно какому-то одному блогеру, и, там, говорю, годами следить за ним, смотреть его, нет, у меня такого нету. Я вот такой человек. Мне скучно одно и то же, одно и по тому же. То есть, ну, понимаете, да, что жизнь у нас не такая уже, не такая уж и яркая, и заманчивая, чтобы постоянно держать своих зрителей в напряжении, как говорится, да, и выкидывать им какие-нибудь такие вещи, которые, чтобы будоражило воображение. Поэтому я говорю, я периодически смотрю, потом периодически забываю про него, то есть он мне становится не очень интересен. Потом я перехожу к какому-то, нахожу что-то другое. Мне вот знаете, что нравится? Мне нравится вот смотреть молодые каналы, которые только вот выходят на просторы, да, и вот именно, как сказать, то, что тебе... Ведь есть же такие мастерицы, которые вот что-то вяжут, такое, чего не вяжут популярные блогеры. Вот сейчас популярность, популярные блогеры, да, кидаются на что? Ой, вот все вот вяжут от Кученели, то от Дольче Габбана, и все считают, что это тренд сезона. И если какая-то блогер вышла и говорит, вот это вот сейчас тренд сезона, и вот все должны прям, как говорится, под ее дудочку, все начинают вязать вот это все, меня нет, меня это, наоборот, меня это бесит, да, вот почему ты должна быть такая, как все, я не хочу быть такой, как все, я не хочу такое делать, я одна такая, у меня должно быть шоркается, да, спицы по столу. И у меня вот есть, а вот у вас нету, и никогда не будет, допустим, все. Я не такая я, короче, что-то отвечала на одно, а перешла на другое, да. В общем, за деятельностью популярных блогеров я слежу периодически. Если меня это устраивает, я смотрю, если он мне немножко надоедает, я просто ищу какого-то другого блогера, да, и слежу за этим. Я говорю, вот нравится смотреть молодые каналы, которые вот, но ведь некоторые молодые каналы выходят на YouTube, допустим, но у вязальщицы есть очень большой опыт, и ее очень интересно смотреть, согласитесь, да. Поэтому вот так вот как-то. Так, были ли, пятый вопрос, были ли ваши истории вязания случая плагиата? Ну, во-первых, что такое плагиат? А мне кажется, да, что мы все плагиатим, то есть мы все плагиатим друг у друга. Мы все коммунизм друг у друга идеи. Просто кто-то эту идею может переработать, подстроить под себя, добавив или убавив какие-то нюансы, допустим, да, а кто-то может связать то же самое, допустим, да. Или, ну вот скажите, вот допустим, сейчас все начали опять тренд, бум, ну там, я считаю, что это массовый психоз, от Кучинелли. Это плагиат? Нет? Кучинелли может подать на вас на всех в суд? Вот как была история, да, там Жанна, Жанна связала кардиган по фотографии одной там вязальщицы, допустим, с Инстаграма. Там такой шумиху такую вязальщица подняла, вплоть до того, что с угрозами адвокатов, там начали адвокаты звонить, да, там типа уберите эту фотографию. Нет, она начала не то, что она там за то, что она связала этот кардиган, а за то, что Жанна просто показала на распечатке, на лицо вот этой вот вязальщицы. Вот, пардон, это неправильный пример, допустим. Ну хорошо, это я неправильный пример, но всё равно там эта вязальщица подняла такую шумиху, что вот убери с экрана моё лицо, мои руки, мои ноги. Всё, пожалуйста, ты можешь вязать такой же кардиган, но моё лицо ты не имеешь права поставить. Ладно, это я неправильный пример привела, это нарушение авторских прав. Плагиаты. Ну вот кученели, допустим, да, все вяжут оляко кученели, допустим, да, там кученели может отдать на вас в суд за плагиаты, то, что вы по фотографии или где-то там по описанию связали и выставляете как свой мастер-класс. Ну чушь собачья, вот честно говорю, вот эти вот даже те, которые там блогеры есть там и считают это моё, и вы не имеете права показывать мастер-класс по моему описанию, туда им всё дым, блин. Да господи, да не говори что-то и по её описанию. Добавь там пару-тройку петель своих, измени немножко размеры, будет это твоя индивидуальная работа. И всё. Потому что в вязании, я напишу, вязание уже всё придумано до нас. Ничего ты не можешь, ты можешь просто придумать какую-то новую модель, допустим. Ну что можно изобрести, ну вообще не знаю, ну велосипед уже давно изобрели, просто его усовершенствуют, добавляют туда какие-то нюансы и всё. Ну было у меня такое, говорили там, вот эту вот модель вот уже до этого связала там та-та-та-та, допустим. Так я никогда и не скрывала, что я брала эту модель от того-то или от того-то мастера, например. Ну и опять же, она же не получится, у меня 102% точно такая же, как, допустим, связала там Светлана Бесенева, да, или там ещё кто-то там связал. Но она же 102% не получилась, а же точно такая же. Это чушь, это всё собачье, это плагиаты, мне кажется. Даже если бы я хотела бы связать 100% копию, да, то у меня бы всё равно бы этого не получилось. Были случаи, были разборки, были там такие комментарии, там типа это уже связали, это вот не вы придумали. А короче, знаете, как-то дочихать я на это всё хотела. Ну и вот. Это мой труд, это я вяжу. Вот носки, допустим, да. Чё, 3000 лет назад нашли первые носки где-то там в Египте, в пирамидах, да. И чё теперь? Плагиат, что ли? Я же тоже так же носки эти вяжу. Ерунда это всё. И я так, знаете, ну их нахер. Были случаи. Ладно, поехали дальше, что у нас ещё. Как вы относитесь к рекламе магазинов пряжи, были ли отрицательный опыт? Как к рекламе магазина, был ли отрицательный опыт? Отрицательного опыта с рекламой магазинов у меня не было. Одно время магазины часто присылали пряжу на обзоры, допустим, да. Но сейчас это всё как бы утихло, утихомирилось. Так что отрицательного не было. Отношусь к рекламе пряжи нормально, с удовольствием бы. Если бы сейчас ещё были бы такие акции у них, я бы тоже с удовольствием бы приняла в подарок пряжу и делала бы рекламу магазину. Жалко, что наши казахстанские магазины в Казахстане не делают таких акций, таких реклам, допустим. Ну, просто у нас их очень мало, этих магазинов. И в основном там 3-4, наверное, таких магазина, на которые вот идут основные закупки идут там. В России, конечно, магазинов больше намного. С российскими магазинами очень тяжело ввести сотрудничество, потому что доставка дорогая и тому подобное. В общем, получается как бы другая страна. А так всё нормально на этом фронте. Всё хорошо, всё прекрасно. Работали и работали бы, бы, ещё бы, если бы, да как бы. Во что было росли грибы? Так что всё нормально насчёт рекламы, пряжи с магазинами. Всё нормально. Негатива никакого не было. Все остались довольны. Седьмой вопрос. Кто для вас блогер по вязанию? Человек, который должен, который должен, друг, который делится опытом, или профессионал в области моды? Кто для вас блогер по вязанию? Человек, который должен, друг, который делится опытом, профессионал в области моды. Ой, ну давайте начнем с того, что несколько лет назад вязальщицы и не помышляли называть себя блогерами. Вспомните, лет 10 назад, ладно, ну может, ну 10, ну 8 лет назад. А если вы мне не верите, то можете просто открыть таких, которые сейчас уже зашкаливают у них там подписки за 200 тысяч подписчиков, допустим, да, и обратитесь на их первые видео, когда они только начали выпускать. Кто тогда считал себя блогером? Да никто, даже такого слова модного блогера не было. Просто человек снимал видео, делился опытом, показывал мастер-классы, допустим. И никто никогда тогда себя не называл блогером, и даже, я еще говорю, даже такого, в помине такого не было. Откуда это пошло, что там блогер? Ну, блогеры это были только те люди, которые снимали совсем другие направления, да, там, совсем другое вязание, блогер появился как бы случайно. Кто-то там додумался или кто-то кого-то назвал блогером, и потом это все понеслось, короче. Вот, так что блогер по вязанию, человек, который должен, что он должен, что он, который должен, друг, который делится опытом, или профессионал в области моды. Я не считаю, что вот эти вот блогеры, даже те, которые имеют тысячные подписки, они прям законодатели моды. Ну, ничего подобного. Кто, кто, кто она такая? Ну, хорошо, она имеет тысячные подписки на Ютубе, хорошо. Она что, имеет, как сказать вам, училась у Вячеслава Зайцева или у Валентина Юдашкина? Конечно, кто ей давал право высказывать, что это сейчас модно, а что это не модно, допустим. Хорошо, опираясь на модные магазины, да, там, и то, что они там законодатели моды, тот же там Зайцев или Юдашкин, или там Кучинелли выпускает свои тренды. Вот на это, да, ты можешь опереться и сказать, что там, ну, допустим, сейчас до моды Кучинелли выпустил вот такую вот коллекцию таких вот вязаных изделий, допустим. Да, но когда показывают какое-то новое изделие, которое она связала и говорит о том, что это сейчас писк моды, что вот этот вот цвет, это вот сейчас в тренде он стоит, и что вот это, вот это, и вот это, вот это. Ну, ты сначала докажи, что это вот это, да, что вот этот вот цвет, что вот этот вот это, да, ну, хотя бы приведи пример или покажи какие-нибудь там фото с подиумов, да, что вот да, действительно, что вот этот цвет сейчас модный, или там, что вот это вот сейчас в тренде, допустим, а так отсебять он угнать для того, чтобы просто человек подсел на твое видео и начал вязать такую же кофту, допустим. Я считаю, что это просто обман зрителей, вот, просто обман зрителей, просто привлечение к себе внимания, вот и все. И такое сплошь и рядом есть. Не буду показывать пальцем, хотя это, говорит, слоненок, как в мультфильме, да. Я, говорит, не буду, говорит, показывать кто, хотя это слоненок. Так что вот так вот. Профессионал в области моды я бы не сказала, я, например, никого не считаю среди вязальных блогеров. Такие, у кого никогда было не законодателями мода, они не придумывают моду. Они не придумывают. Они просто, как говорится, плагиатят с модных домов и выставляют это за свое. Нету. Вот если ты, да, дизайн своей одежды, если ты дизайнер своей одежды, ты сама придумываешь какие-то модели, да, какие-то узоры, допустим, да, какую-то определенную модель платьев, допустим. То есть ты дизайнер своей одежды. Это одно. Но ты никак не можешь быть законодателем моды. Это еще не значит, что если ты сама придумала свой дизайн платья или там какой-то кофты, что ты законодатель моды. Нет. До этого еще, знаешь, как говорится, дорасти надо. Вот. И с другой стороны, вот эти вот модные дома, которые выпускают что-то там и придумывают, иногда так, вот, знаете, смотришь на это все и думаешь, господи, откуда ты это все, с какой пьяной головы ты это все придумываешь. Законодатели моды, да, ну, те же там модные дома, да, такие, ну, мировые известность, на которые все опираются, да. Вот думаешь так вот, смотришь, думаешь, господи, чего ты там обкурился, где ты такое вообще, как такое вообще могло прийти в голову, да. Ну, это ладно, это лично мое мнение. Поэтому я считаю, что блогер – это не профессионал в области моды. Вот. Делиться своим опытом по желанию ты, конечно, можешь, да, там, это твое личное дело, хочешь – делись своим опытом, хочешь – не делись своим опытом. Вот. Вот. Друг, который… Тут уже говорю же, что двоякое такое отношение к этому. Ну, давайте пойдем дальше. Как вы выбираете пряжу, какие параметры учитываете? Ой, такой каверзный вопрос для меня, да, там, как я выбираю пряжу, какие параметры? Да, никакие параметры я особо не смотрю, как я ее выбираю. Да, в последнее время практически никак я ее не выбираю, потому что мне ее присылают. Вот. И то, что есть, то и вяжу. И вот еще насчет того, что там, допустим, то, что вам присылают. Ай, ладно, про это потом поговорим. Ну, я имею в виду тут такое, что вот. Ну, присылают, ну и что теперь? Вот. Ладно, вот. Ну, хорошо, ну, прислали мне пряжу. Ну, другим же тоже присылают, или другим не присылают, или другие не смотрят, да, там, или вы не знаете, кому присылают. А вот прям вот если мне там, допустим, прислали, да, пряжу, ну, все, это трагедия. Не надо завидовать, девочки. Или там кто вот просто не хотел эту тему поднимать в этом теге, но вот не надо завидовать. Зависть это плохая. А вообще-то бог с вами, да завидуйте. Завидуйте. Значит, вы не заслужили того, чтобы вам прислали. А я, например, заслужила. Я так считаю, если мне присылают пряжу, да, значит, я заслужила этого. Вот. А если вам никто ничего не присылает, значит, вы этого не заслужили просто. Вот и все. И завидуйте. И лопните от зависти. И вот так вот. Значит, я заслужила. Человек присылает, отдает. Значит, он считает нужным отдать мне, а не вам. Вот и все. Поэтому сидите, завидуйте, брызите слюной и лопните от зависти. Все. Вот так вот. Так что, ну, в основном параметры. Ладно, теперь давайте ответим. Параметры, да, какие. Ну, параметры. В основном я смотрю на состав, на метраж. Вот, допустим, ладно. Вот сейчас я как-то вот до этого говорила о том, что вот свитер сына у меня никак не получается, да, вот из того, что у меня есть. И я думала бы, наверное, все-таки заказать упаковку пряжи там, да, или сколько-то и связать уже из моточной пряжи. Потому что из бобинки как-то у меня не складывается связать свитер. Вот. Я смотрела пряжу, ну, что и на что, какие параметры. На состав, смотря для чего я буду выбирать. Правильно, вот, допустим, мне сейчас нужен свитер. Значит, мне нужна пряжа такая полушерстяная, шерстяная пряжа, да, и на метраж. На метраж толщину нити. Почему? Потому что, смотрите, я так рассуждаю. Если мне нужен свитер зимний, теплый, значит, нитка должна быть хотя бы более 50% шерсти, и она должна быть не сильно тонкая. То есть, где-то примерно 280, ой, нет, 240, 210, там, какие вот еще в основном метражи идут, да, на... Вот, вот такую вот нитку я смотрю. Вот на такие параметры. Смотри, для чего тебе нужна пряжа. Летняя пряжа, зимняя пряжа. Ну, в основном на состав и на толщину нити, и какими спицами я бы хотела связать, допустим, да, чтобы это был этот толстый, тонкий состав. И длина нити. Ну, производитель еще могу посмотреть, допустим, да, какому производителю я больше всего доверяю, допустим, да. Если будет какой-то там производитель непонятный для меня, допустим, и ту пряжу я еще не пробовала от этого производителя, то я лучше не буду рисковать, а возьму, допустим, у того производителя, которому я доверяю больше. Все, производитель, длина, метраж, состав. Все. Вот на это я опираюсь. Ну, исходя из того, что я хочу вязать. Все. Дальше. Восьмой, а, девятый. Гонитесь ли вы за пряжными новинками? Не, не гонюсь я. Вообще, абсолютно. Я такая, знаете, выдержанная. Ну, вот пошли новинки, допустим. Я вот дернулась один раз в прошлом году или когда, там, не помню. Вот это я на Фломерс там пошли, потом еще что-то пошли. Нет, я не гонюсь. Я терпеливо выжду, когда все нагоняются за новинками, когда все перевяжут, и потом, когда начинаешь смотреть эти новинки, кто из чего-чего вязал, и свое мнение, и какое изделие вяжут из этих новинок. Что они вяжут, и как это все выглядит. Я вот так вот посмотрю со стороны, я немножко подожду, у меня торопиться некуда, никуда эта новинка не денется. А некоторые магазины, допустим, специально, ну, допустим, как сказать, получают, допустим, какой-то товар в большом ассортименте, и надо магазину это как бы быстренько-быстренько все распродать, раскидать. И вот они, может быть, делают такую какую-то рекламу, делают анонсы, делают такой ажиотаж вокруг вот этой вот новой пряжи, допустим, да, и все подаются опять массовому психозу, все резко закупают эту пряжу, начинают все из нее вязать. То, знаете, палка о двух концах. Поэтому я не гонюсь, я терпеливо выжидаю, посмотрю, оценю, а потом, если захочу, то, может быть, когда-нибудь и куплю ее. Пряжа никогда не выйдет из моды, и новинки, знаете, они, иногда даже пряжа, которую сейчас уже сняли с потока, допустим, она намного лучше, мне кажется, по качеству, чем те пряжи, которые сейчас выпускают. Вот даже я смотрела вот этого блогера, Мария, да, вязание от скуки. Она, знаете, о чем говорила, что она же в основном из бобин вяжет, и она даже высказала такое мнение, что вот эти старые накрутки бобин, намотки, которые 14-й год, 12-й год, там, 16-й, 17-й год, она говорит, вот эти, 18-й, 20-й год, она говорит, вот эти вот бобины, которые намотки до 20-го года, они намного качественнее, да, и лучше, но это ее мнение. А вот когда началась вот эта вот уже пандемия, да, когда вот этот дурдом начался, и вот эти вот, говорит, пряжа, совсем качество немножко изменилось. Это ее слова, это не мои, да, вот, и она говорит о том, что если встречается пряжа, бобинная намотка, допустим, до 20-го года, то я, говорит, ее куплю, ну, вот, а если там, допустим, уже как бы более новенькая такая намотка бобины, я, говорит, еще подумаю и посмотрю. Вот, так что это не ядно, об этом думаю. Десятый. Как вы выбираете магазин пряжи, и что для вас важно? Особо магазины пряжи не выбираю, потому что у нас их особо здесь и нету. Мы пользуемся теми магазинами, которые имеем под боком. Особо здесь сильно не разгонишься, это вам не Москва, и не, как говорится, другие регионы России, и где на каждом, ну, не на каждом шагу, где очень большое разнообразие магазинов, и можно где-то что-то по акции взять, или где-то у кого-то доставка дешевле, еще что-то. У нас здесь особо в Казахстане выбирать не с чего. Мы пользуемся тем, что есть особого такого выбора, огромного магазин пряжи у нас нету. И еще один момент, знаете, даже если появляются новые магазины в Казахстане, допустим, в Инстаграме, я им, честно говоря, пока не очень доверяю. Лучше я закажу пряжу, допустим, в том же Меланже, то есть магазин Меланж в Алмате, да, потому что я уже с ними давно работаю, с этим магазином, и к ним доверия больше. А вот те, которые, магазины появляются новенькие, там, в Инстаграме, этот, и у них даже сайта нету, допустим, да, то здесь уже как бы немножко будешь настороженным быть, да, там, мало ли, кто его знает, да бог его знает, да, иди потом найди концы, допустим. Так что, ну, вот так как-то мы делаем закупки, я, вернее, делаю закупки, если мне так необходимо, то уже в своем проверенном магазине. Вот. Я даже еще ни разу не заказывала пряжу в магазине, как это называется, магазин сейчас, минуты, что ли, да, рукоделие, магазин рукоделие, это тоже магазин в Алмате, тоже есть у них сайт, но, вот знаете, я как-то еще ни разу не заказывала у них пряжу, как-то вышла на один магазин на Меланж, ну, и заказываю там, ну, и работаю еще. Еще пару вопросов, и я постараюсь быстренько высказать свои мысли по этому поводу. Так, одиннадцатый. Как вы считаете, почему столько негатива в таком замечательном хобби, как вязание? Знаете, негатив, я так считаю, что не в вязании, а в самих людях. Согласна, да? То есть, само вязание негатив принести не может, а вот те, которые высказывают свой негатив, вот это в людях все. Да вы не так вяжете, да вы не ту петлю, да вы этот коврик неправильно вяжете, тут надо вот так вязать, или там какую вы, допустим, как там вяжете, да вы как колхоз. Это в людях негатив, не вязание. Понимаете, сами люди, вот опять же, я так, допустим, считаю, от зависти, от злобы, от захлеб вот этой вот желчи, который переполняет, и потом вот это вот надо же куда-то человеку это слить, вот он и пишет, да, там, допустим, негатив. В самом вязании, вот в самом вязании негатива нету. Весь негатив идет от человека, который высказывает это все. И опять же, почему он высказывает такой негатив? Да потому что, опять же, от злости, от зависти, как опять тебе прислали, да тебе все мало, да чтоб ты подавилась. Вот это, вот, понимаете, вот. Да все, тебе мало, тебе опять прислали, да чтоб ты подавилась. Ну, спасибо большое, но я не подавлюся. И я думаю, что мне будут еще присылать, еще присылать, и я буду показывать, и чтобы вы все лупнули от зависти. Вот, своим негативом захлебнулись. Вот и все. Так, вы, 12-й, состоите в клубе извращенцев. А, в клубке, в клубе извращенцев. Вы стоите в клубке извращенцев. Что такое клубок извращенцев, да? Ольга Кондратьева, у них там, я, честно, так сильно не могу вам дословно все это объяснить, но вот это выражение клубок извращенцев, это пошло от генеральской банды Ольги Кондратьевой. Ну, то есть, если кто-то следит за... Вот за Ольгой Кондратьевой я слежу, честно говоря, вот про нее я забыла. Вот других блогеров как-то я вам сказала, что я там перепрыгиваю с одного на другого. Вот за Ольгой я слежу. Уже на протяжении нескольких лет, допустим, да? Ну, не так сказать фанатично я за ней слежу, но во всяком случае она из поля зрения моего не исчезает. Вот если другие, допустим, исчезают из поля зрения, моего поля зрения, допустим, на определенное время, могут на полгода исчезнуть, может быть, кто-то вообще может исчезнуть из поля моего зрения, допустим. А Кондратьева нет, она у меня постоянно под наблюдением. Вот. Потому что вот этот человек, она такая вот позитивная, она такая прямолинейная, и очень много и откровенно может просто рубить правду матку. Ее называют генералом. Вот так вот. Вот. И вот она там, вот вокруг нее определенный круг людей, людей, которые ее поддерживают, фанатично ей преданы, потому что она все-таки обучение делает, и вообще она молодец. И вот у них такое там завязалось, как бы клубок извращенцев. Потом как-то это все у них затихло, затухло, пропало. Ну, в таком клубке извращенцев я не состою. Но было одно время очень интересно наблюдать именно вот за этим хэштегом. Просто можете даже в Инстаграме хэштег клубок извращенцев, да, и там посмотреть, какие были посты и тому подобное. Нет, я в таком клубке не состою. Хотя иногда хочется себя причислить к этому. Ну, что это такое, чтобы вы поняли, о чем я вообще говорю, вам надо просто, если это интересно, вот в Инстаграм хэштег клубок извращенцев, и там можете это все посмотреть. Ну и последнее, тринадцатое. Что нужно сделать, чтобы мир рукоделия стал добрее? Да ничего вы не сделаете. Зависть, негодование, брюзжание, давиться слюной и быть вечно недовольны, вы таких людей не истребите. Они все равно будут периодически появляться, рано или поздно, что бы вы ни делали, допустим. Мир добрее. Да не будет он добрее, потому что это человеческая натура. Допустим, если я абсолютно не завидую тому блогеру, который там набирает кучу просмотров и имеет, может быть, от этого там доход. Фу-ху-ху. Ну, молодец. А что я скажу? Я могу просто так посмотреть, понаблюдать и сделать какие-то выводы для себя, почему ты так не делаешь, почему он может. Ну, значит, мне так не дано этого делать. Хотя, с другой стороны, что я не могу написать мастер-класс, да, там, или не составить описание, что ли, по вязанию тех же несчастных вот этих носков, допустим. Ну, я это не хочу делать, у меня и рука на это не стоит, и как-то мне это и в голову не приходит, допустим, не нужно мне этого делать. А перепрыгивать через свое не хочу, не могу и заставлять себя высасывать из пальца описание или там еще что-то, ну, я, например, у меня так вот, если мне это вот пришло в голову, значит, это мне сейчас дано на данный момент. Вот, допустим, этот, ну, как сказать, ну, не дано мне это, мир добрее сделать, да, мир рукоделия стал добрее, да, не бойся он добрее, девочки, потому что, ну, в каком плане, вот если есть добрее, да, ну, между собой объединяются, да, там, и стараются в свой круг лишних, допустим, не пускать. Ну, опять же, зависть человеческая, да, вот натура такая, да, вот завидовать даже те, вот сколько было таких случаев, когда между собой блогеры, визуальные блогеры переругивались, перессоривались, передрались, да, там, сколько это, сколько раз это было уже, да, отчего, сначала вроде смотришь, ой, ну, такие подружайки, ну, такие прям девочки, ну, ой, бля, и совместники делают, и встречи организовывают, и друг другу там подарки присылают, потом, глядишь, через некоторое время все перегрызлись, перегрызлись, и переругались, и перессорились, каждый друг про друга выкладывает определенные, короче, какие-то там видео, да, оправдалки или там еще что-то, человеческая зависть, она все равно где-то сидит в глубине души, и рано или поздно выскочит наружу, чтобы мир, рукодельный мир был добрее, ну, не знаю, будь тогда волком-одиночкой, вот и все. Разницы нет, рукодельный мир это, или там другой какой-то мир, это просто вот вязание, да, это вот отдельный вязальный YouTube, да, который смотрите, это здесь такая каша варится, а на других блогерах что творится, посмотрите, там тоже так же. Если есть белое, оно будет и черное, если есть зависть, значит, есть и радость за другого человека, если, допустим, люди порадовались и говорили, Вера, ништяк, да, смей, какая у тебя хорошая вязальная феечка есть, которая тебе прислала, допустим, столько пряжи, вяжи и радуй нас, да, допустим. А есть, которая написала, все тебе мало, все тебе мало, тебе все присылай, чтобы ты подавилась. Почему так человек написал, да? Ну, потому что позавидовал просто. Я не обижалась, я не обиделась на этот комментарий, да, ну, позавидовал просто человек, и все. Ну, нету, ну, у него нету возможности купить, возможно, возможно, у него нету таких, это просто, чисто говоря, вот от обиды еще, вот больше от обиды человек это написал. Я прекрасно ее понимаю, да, этого, кто написал, она или он, не знаю, там, я прекрасно ее понимаю, пускай будет она, да, обида, от обиды, да, вот, ну, надо же, блин, вот, а я бы тоже там, может быть, она в глубине души хотела там такую же там бобинку иметь или еще что-нибудь, да, вот, а у нее нету возможности, она не может купить, или никто ей там не дарит, никто не посылает. И я этому человеку хочу, знаете, что посоветовать? Ты загляни к себе в душу, да, какая ты сама. Ты порадуйся просто, не надо, ну, порадуйся, да, белой завистью, позавидуй белой завистью, что вот там кому-то что-то прислали, там, да, у кого-то что-то там по 100 грамм пряжи, а ему все присылают и присылают, допустим. А ты порадуйся, порадуйся этому. Возможно, и к тебе повернется удача, потому что удача – это такая капризная дама, с которой надо дружить, и надо ее уважать и привлекать. И, возможно, и к тебе повернется фортуна лицом, и тебе тоже выпадет такое счастье, когда тебе пришлют подарочки. Ну, я вот тут думаю, что носки надо уже закруглять, да, девочки? Ну и все. Спасибо вам за внимание, за вашу... за вашу что? Хорошее и доброе отношение ко мне. Всем спасибо, всем пока, и до следующей встречи. Носок. Вот эти вот топотушки в прошлом году я вязала вариком. Сейчас новый носочек померяем, посмотрим. Сейчас давай носок еще не заделай, если он уже тут пришел ко мне на стол. Во! Во, какой носок! Да? Сейчас, баба, второй носочек закрою, и будут у тебя теплые носочки. Да, Мася? Вот, это в прошлом году и такие не вязала. ПО, ЛИРИЛ like, ХОЛИ, ЛИРИЛ МАСКО, ЛИРИЛ